Девушки отдыхают Замечательные лисички И с ними можно приготовить стильный, элегантный завтрак, как в крутом ресторане Готовим брускетты с лесными грибами Брускетта это итальянский бутерброд Ломтики подсушенного хлеба с любой намазкой или начинкой У нас будет и намазка, и начинка из лисичек Знаете, какая самая простая итальянская брускетта? Два ингредиента Хлеб и масло Да, и соль Чуть-чуть соли Вот, они подсушивают хлеб и просто поливают оливковым маслом И можно щепотку соли Иногда и без соли, если хлеб прикольный, например Второй вид, это когда подсушивают хлеб, потом натирают его чесночком и поливают маслицем Тоже так вкусно, ну так просто Но брускетты с грибами в Италии тоже есть И я сейчас покажу, как приготовить свой вариант Это лисички Мы все их любим Оранжевые, красивые Мы всегда радуемся, когда сезон грибов и грибов много Всегда расстраиваемся, когда дожди вроде идут, должно быть много грибов, а их нет в лесу Вот согласитесь, когда грибное время, да, все ходят за грибами, кайфуют, жарят, готовят Суп грибной Брускетты, я не знаю, с утра на завтрак с яичницей Че там еще? Пасту с грибами Я вам сегодня покажу брускетту Поехали Как обрабатывать лисички? Значит, смотрите, они у меня здесь уже помытые и почищенные Я вам просто в двух словах расскажу Вы берете грибы Если где-то есть особые грязные части, можете ножичком подскрепсти Берете большую миску, наливаете воду и окунаете туда грибочки Тогда песочек падет на низ, а лисички будут чистые Долго их замачивать нельзя, надо буквально чуть-чуть Лучше вообще в проточной воде После того, как вы лисички промыли, вам нужно расстелить какую-нибудь Либо салфетку бумажную, либо полотенце И выложить туда грибы Надо, чтобы вода лишняя стекла и лисички подсохли Тогда они будут круче жариться Короче, индивидуальный подход к лисичкам, понимаете? Самое долгое здесь это пожарить лисички Если вдруг у вас много оливкового масла, например Ну, не знаю, по какой-то причине Готовьте, жарьте на оливковом масле Но я вам предложу обычный вариант На подсолнечном Наливаем на сковородку И разогреваем сковородку как следует Если у вас лисичка огромная Вот, например, вот как вот эта Вы просто ее руками берете вот так вот, разламываете Если, например, лисичка такая Или вот такая То предлагаю оставить целиком Так будет симпатично смотреться Кидаем на сковородку Если вам нужно их много обжарить Не кидайте сразу много на одну сковородку Лучше жарьте на двух сковородках Как следует разогрейте Дайте больше площадь выпариваться Тогда у вас лисички не сварятся, а поджарятся Как только грибы подрумянятся Перемешиваем их и оставляем обжариваться с другой стороны Пока готовятся лисички, займемся хлебом На мой взгляд, пшеничный сюда подходит лучше Нарезайте не слишком толстые куски Но это зависит от хлеба Если у вас хлеб, например, пористый и очень нежный Можете его толще нарезать Если он у вас поплотнее Вы понимаете, что потом будете кусать И будете долго его жевать Тогда нарезайте его потоньше У меня вот он средненький, поэтому средняя толщина Нам нужно подсушить хлеб с двух сторон Можно на тостере, а можно на сковородке Чтобы он хрустел А внутри оставался мягкий Грибочки почти готовы Вон, видишь, лисичка воду отдает Сейчас эта вода испарится и начнут снова поджариваться То есть мы добьемся того результата, как нам надо Когда вода практически испарилась В этот момент можно подсолить Потому что грибы должны быть соленые Несоленые грибы гадость редкостная Согласитесь? Добавьте тимьян Тимьян для лисичек прекрасен Можно прямо листиками отдельно А можете, чтобы не париться Есть такая технология Берете просто вот несколько веточек Кидаете туда Перемешиваете с ними Веточки сейчас вкус отдадут А потом просто их в конце достанете и выкинете И все Это чтобы с листиками не заморачиваться Или, например, дети не любят зелень какую-то Потом будут эти листики Ой, там какая-то зелень А так вы ее достанете И никто не увидит, что она там была А вкус получит Так, и немного свежемолотого перчика Все, снимаем грибы с нагрева Достаем тимьянчик теперь Все, он свое дело сделал Отдал свой аромат и вкус Выключаем нагрев О, и брускетка Смотрите, какая она классная Подпеклась Но такого хлеба совсем другой вкус будет Достом до готовности осталось меньше минуты Пора доставать намазку Сейчас пойду в холодильничек За кое-чем интересным Вот Это у меня сыр строчителла Знаете, такой сыр? Есть сыр такой бурата, знаете, в оболочке А внутри такая сливочная начинка сырная Вот то, что внутри, называется строчителла И выглядит это вот так Сыр тянучий в таких сливочках жирных Это великая вкуснятина Это раньше бурата и строчителла Были привозным итальянским деликатесом А теперь их давно производят у нас Почти на каждой сыроварне И продаются они практически в любом магазине Это будет наша составляющая брускетки Все, подсушили хлеб Видите, какой он загорелый, красивый Вот так хрустит А внутри мягкий Сейчас он еще чуть-чуть подсохнет Видишь, доска дымится и влажная Поэтому надо подсушивать под углом Чтобы и снизу вот это испарение выходило И не прела булочка, а хрустящая оставалась Чеснок на две части И натираем вот так вот брускетку И вот этот вот деликатный ароматик Он здесь останется, понимаете? Вы будете его чувствовать издалека Но в то же время от вас не будет пахнуть чесноком Так что такие брускеты можно есть на свидание Теперь выкладываем строчителлу Много ее не надо Хлеб хрустит И вот эта вот сухость хлеба позволяет впитаться сыру Поэтому подсушивайте хлеб изначально получше С учетом того, что будете класть на него Супер нежный, сочный сыр строчителла Теперь аккуратненько и красиво выкладываем грибочки Ну что, слюнки потекли, да? Я тоже уже не могу Кладем сюда две брускетки Еще одна фишечка Кедровые орешки Чуть-чуть Поверьте мне, они очень вкусно сочетаются Вот так Сюда Раз Свежий укропчик Ну укроп с грибами, сами знаете, да? Это просто супер сочетание И теперь в конце Вот так вот посыпаем яйцом Яйцо с лисичками Обязательно, вот видите, белок и желточек Вот так вот Это очень вкусно Ну и на завтрак просто песня Ну а если вдруг у вас все-таки есть возможность Оливковое масло добавить Ну чтобы отдать Гастрономическую дань итальянцам И их брускетам Можете вот так вот немножечко маслицем Так просто для аромата и для вкуса Так все Все, ребята, брускеты готов Супер изящная, красивая Аппетитная, что просто сносит башню А аромат-то какой А еще по секрету дай Если вдруг есть оливковое масло с трюфелем Знаете, такое бывает, продается Я думаю, многие из вас знают, что такое Или пробовали когда-то Где-то если капните туда пару капелек Вообще башню снесет Улет вообще Хлеб хрустит Особенно в декорочках Сочная, вкусная Грибочки такие прям плотненькие Чесночок, кстати, чувствуется На совсем чуть-чуть Как это вкусно Это любовь Чтобы не потерять рецепт брускеты с лесными грибами Доставайте телефоны и фотографируйте ингредиенты на экране Для брускеты с лисичками понадобятся Пшеничный хлеб Лисички Чеснок Строчетелла Кедровые орехи Яйцо Укроп Тимьян Подсолнечное И оливковое масло Одна восхитительная Хрустящая брускета 126 рублей Продолжение следует...